Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш вопрос. Я не буду, наверное, его читать целиком, потому что он, в общем-то, про одно и то же. Об одном, точнее, да. Вопрос про то, что человек ненавидит свою бабушку. По причине того, что она отравила жизнь маме Татьяны и, собственно, ей. Деспотичностью своего поведения, запретами и угрозами того, что дед может с ним сделать. Вот, значит, как пишет Татьяна и, как понял я, всю жизнь они так и жили до того, как дед не умер. После смерти дедушки бабочка теперь живет у мамы, потому что она немощна. И мама должна, как бы, ну, за ней ухаживать. Так же, как и Татьяна должна ухаживать за бабочкой. А Татьяна бабочку ненавидит, хоть желает ей смерти. Вот, и, значит, каждый выходной вынуждена быть с мамой и бабочкой, потому что такая традиция. Которая завелась еще с молодым, когда мама жила одна. Значит, что говорит Татьяна? Что деду подчинялись как господину. Наши жизни и судьбы с мамой, имеется в виду, оказались растерзанными, разорванными в клочья, в топтаном грязи и наши желания и чувства. Душа Татьяны, значит, изранена настолько, что на ней нет живого места, множество заплат, которые пришли психологи. Вот. И, соответственно, Татьяна говорит о том, что может жить на автопилоте, пока бабочка живая, о замужестве не думает. И, собственно, Татьяна, как мне показалось, ставит на себе крест, потому что ей 38. Говорит, лишь бы доковылять до старости без нервотропки. Вот. И вопрос, как выдолбить бабочку в своей жизни. Ну, вот, не могу ее видеть, не могу сдерживать свое отображение, на нее злоба. Не хочу ходить к маме, но иду через силу. Вот. А заявить маме, что я не буду ходить, почему-то не могу, как будто, вот, обязана ходить каждый выходной, как будто я катализатор. Чтобы мама мозг не переглялся, я должна разрядить обстановку, разряжать и разбавлять бабочку на производстве своих. Вот. То есть, по факту, ну, здесь у нас, как бы, треугольник Карпмана, с одной стороны. Вот. Навязанное чувство долга и чувство вины, с другой стороны. Да. Вот. Несокончена, получается, психотерапия, с третьей стороны. Вот. Невыраженные чувства по отношению к бабочке, с четвертой стороны. Вот. И, соответственно, подавленные чувства в результате травм во время жизни с дедочкой и бабочкой. Еще с одной стороны. С пятой стороны, да. Вот. Ну, и, как следствие, нарушение гендерной модели поведения, да, то есть, как бы, проблема, наверное, в отношениях с мужчинами тоже. Потому что мама жила одна, но как-то, вот, мужчина-то себе не нашла. Вот. И, как-то, вот, похоже, да, что у вас и у мамы ваша модель только одна. А, быть обслуживающим, как бы, персоналом, да, для бабочки. Соответственно, вы являетесь обслуживающим персоналом для бабочки до сих пор и обслуживающим персоналом для своей мамы, получается. То есть, вы берете ответственность, как бы, на себя, да, свою маму. То есть, мама, будучи взрослым человеком, как бы, да, не может сама разрешить ситуацию с бабочкой и чувствовать, что должны, должны. Вот. То есть, как бы, вот вы говорите, да, чтобы мама и мозг, там, не перегрелся. Ну, как бы, а зачем тогда маме что-то делать, зачем маме что-то менять, если не вы, да, как бы. То есть, я бы сказал, что, вот, работать с личными границами, хотя бы между вами и вашей мамой, здесь, является первой очередной задачей. Вот. Чтобы вы, как-то, делили себя от мамы и от бабочки, потому что принять бабочку в свою квартиру, это исключительно выбор. Выбор вашей мамы, но вы за этот выбор, как бы, не в ответе. Ну, вот. И, соответственно, выразить, прожить до конца все чувства бабочкой, это тоже отдельная работа в контексте гештальта. Вот. Ну, и к деду тоже самое. Ну, вот. Увидеть, как бы, в какой-то степени свою жертвенную позицию, что вам, несмотря на весь ваш драматичный и травматичный опыт, увидеть, что вы занимаете жертвенную позицию. В том смысле, что вы говорите, как бы, что ваша вот душа естественная, да, это может быть так. Вы говорите, что ваши желания подавлены, да, это может быть так. Но в ваших силах сделать так, чтобы все это, как бы, заняло свои места. В ваших силах это восстановить, в том числе с помощью психолога. Вот. Чтобы когда вы говорите, что вам ни к чему психотерапия, ну, разрешить, вам не согласиться. Вот. Значит, так и проживете, даже после смерти бабочки, с какими-то обидами, с ненавистью и прикладыванием вины на нее за то, что происходит. Вот. Это правда, что в какой-то степени они ответственны, дедушка и бабочка, а также ваша мама за то, в какой реальности живете вы сейчас. Это правда. Но. Правда и в том, что как только вы стали самостоятельны, вы стали ответственны за свою жизнь. И все, что происходит дальше в вашей жизни, это ваша ответственность. Как бы никто больше на это повлиять не может, в том числе и бабочка. А вы, естественным образом, в силу вещи описанных мною причин и других причин, вы застряли в этом детском возрасте, где вы сказали, что бабочка. То есть именно бабочка как бы не разрешает вам сейчас выйти замуж. Как? Почему? Непонятно. Если она вообще живет с мамой, как бы гипотетически вы можете с ней вообще не встречаться. Да, мама может перегреться мозг, это правда. Но это ее проблема, наверное, решать ее сама. Вот. Как-то так. Как-то так. Татьяна. Чтобы вам выбраться из этой ситуации, вам нужно взятную соответственность за ответственность и призять. Взять ответственность за свои чувства, за свои желания. Вот вы говорите, что ваши чувства, желания, они как бы подавлены, не растоплены. Вот ваше вы чувствуете свое желание не ходить к маме каждый выходной. Чувствовать? Чувствовать. Вам нужно это желание выразить, в том числе и хотя бы обсудить это с мамой, поговорить, договорить, прийти к какому-то решению. Вот. Не обязательно это решение должно быть категоричным, не обязательно это решение должно быть радикальным. Вот. Ну вот. Понимаете? То есть вы чего-то хотите, вы подавляете это, то, что вы хотите чувствовать долга. А после говорите, как бы, что вот мои чувства топтаны в грязь. Может быть, когда-то ваши чувства и втаптывали в грязь. Может быть, сейчас бабушка и втаптывает, как бы, ваши чувства в грязь, когда вы к ней приходите. Но обратите внимание, что вы к ней приходите, и она втаптывает ваши чувства в грязь. Обратите внимание, что вы сами втаптываете свои чувства в грязь чувствам долга, которые у вас есть. И это уже ваше решение. Возможно, вы научились этому поведению бабочка-зверочка и, возможно, у мамы. Но это не так важно. Это вы. Это вы делаете сейчас в своей жизни. Вы решаетесь в своей жизни так обратиться. Вы ждёте, пока бабочка умрёт, чтобы выйти замуж. Понимаете? И получается то, что центром вашей вселенной по-прежнему является бабочка. Только теперь бабочка ничего для этого не делает. Теперь это делаете вы. И вам нужно увидеть, что вы это делаете. И теперь за это ответственны только вы, и кроме вас больше никто. И вы решаете, вы можете посвятить все своей жизни, как я уже говорил, борьбе, а после смерти бабочки обиды, там, чего-то такого с ней. А потом, скорее всего, с мамой. Потому что, ну, когда человек кого-то ненавидит, ему нужно ненавидеть кого-то. И, соответственно, бабочки не будет, вы можете переключиться над свою маму. Вот. Вот вам решать, или вы будете каковы, или вы будете жить ненавидой борьбе, или, наконец, вы будете жить для себя, несмотря ни на кого-то. Несмотря ни на кого-то. Ну, несмотря ни на кого-то. Числа свободы. Вот. Свободы. Свободе тоже нужно учиться. А вы, как бы, на себе ставите крест. И, если честно, я думаю, что вам это выгодно. Да вам выгодно вот так вот ненавидеть просто такой вот пассивной агрессии, как бы, находиться в пассивной ненависти, существовать, потому что ничего не нужно делать, ничего не нужно пытаться. Вот. Не нужно, как бы, испытывать опыт, не нужно, ну, в смысле, не испытывать опыт, а не нужно сталкиваться с опытом. Вот. И, как бы, всё это привычно. Это привычно, это, ну, это, это болото, как бы, да, это болото, это ад, это неприятно, это больно, но, блин, это ваше, ваше болото, это ваше. Вы в нём, как бы, всё знаете. А выйти за пределы, как бы, болота, выйти за пределы АВА, ну, там ещё неизвестно что, да, получалось. То есть там, ну, как бы, там непонятно что, там чего-то такое вот, неизвестно, ну, условно говоря. Вот, может быть, может быть что-то интересное, может быть что-то интересное, что-то хорошее есть, но может быть так же, что и вы привыкли видеть угрозу в этом, вот, и, собственно, вы видите в этом угрозу других людей по причине того, что, опять-таки, вероятно, вы просто, ну, не умеете, не умеете жить, не умеете, как бы, опираться, ну, опираться на себя и так далее. Понимаете, какая история. Ну вот, и вам это нужно учиться, поэтому не знаю, не знаю насчет того, что вы говорите, что вам ни к чему ходить на психотерапию, можно и сделать, если не в возрасте, а то можно начинать и в 40, и в 50 лет психотерапию можно начинать и проходить, если есть желание работать над собой, тем более, что у вас много ненависти, много боли и так далее. начать хотя бы с освобождения, так скажем, от этого вас, начать, начать хотя бы с того, что вы прожили все эти чувства, чтобы они вас не отправляли, вот. Понимаете, вот у вас же очень много ненависти, вот, очень много боли, очень много злобы, вот, ну, это боль, в основном это боль, конечно, боль, без силы, страх, страх, вот. И с этим нужно, ну, работать, естественно, а как, вот. А вы, вы предлагаете, как бы, нужно себя забить, вот. И уходите в сказки, да, вот. Значит, либо переждать, либо выдолбить, вот. А выдолбить никак, переплыть не отсыл, как бы, и всё. Понимаете, какая штука получается в итоге. Ну, то есть тупик, тупик, а в тупик вы себя, как бы, ну, сами загнали, по факту, получат. Ну, вот. Вот и всё. Поэтому я думаю, я думаю, что вам нужно просто как-то заметить, что вы уже не ребёнок, да, что вы уже не маленькая девочка, хотя, может быть, вы себя так окажете ощущать. Вот. И вам важно заметить, что вы ни много ни мало, сами, сами себя, как бы, подавляете очень хорошо, вот. То есть, как бы, прошлого опыта никто не отменял, да, он есть, но его можно, как бы, скорректировать, да. А живёте-то вы, живёте-то здесь и сейчас, вот. Живёте-то вы прямо, как бы, ну, здесь живёте-то вы прямо, в настоящий момент. Вы выбираете, не много, не много, не мало, вот. Вы выбираете, наплевать на, как бы, свои чувства. Вот. То есть, сейчас вы уже сами плюёте на свои чувства, сейчас вы уже сами втапываете их в грязь, свои чувства, свои ощущения, свои эмоции, свои переживания и так далее, свои желания, вот. У вас, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, вообще, вот у вас с мамой какие отношения, ну, вот в целом, да, как бы, вот, что это за отношения у вас с мамой, вот, если в них место, например, там, допустим, доверие, ну, доверие, вот, если в ваших с мамой отношениях место, место нежности, место любви, место благодарности, благодарности, понимаете, какая история, вот, потому что, если есть этот аспект, хорошо, если он есть, отлично, замечательно, если он есть, ну, вот, ну, как бы, извините, а если, если нет, то это вот работа уже, вот, это работа в отношениями, над отношениями, точнее, с мамой, вот, какая история, понимаете, вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить, ответить на вопрос, который вы, который вы задаете, вот, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это даст какую-то, ну, ну, пишу для ромышлений, вот, потому что свою жизнь, в итоге изменяется только вы, вот, то, что вы благодарны психологам, это супер, но, ну, как бы, лично мне, допустим, вот, лично мне, да, сложно, как бы, поверить в то, что он, а заплатки помогает, помогает постепенное восстановление, в человеческой личности, в человеческой души, в человеческом, в сознании, вот, гармонизация человека, помогает, это помогает, а заплатки, ну, не знаю, понимаете, то есть, те специалисты, которые вам помогали, молодцы, безусловно, это здорово, то и вы обратились к специалисту, потому что вам помогли, это прекрасно, это отлично просто, я просто хочу сказать, что работу нужно продолжать, вот, ну, давай нарешать, понимаете, как бы, то есть, ну, мы-то, как бы, мы-то, как бы, мы-то, в данном случае, вас, как бы, не застают, вот, и было бы неправильно вас отправлять, вот, потому что вам нужно, ну, как бы, самой хотеть этого, самой хотеть, что-то делать для себя, вот, как минимум, минимум, понимаете, какая штука, вот, поэтому, как бы, думайте, вот, думайте, разбирайтесь, вот, и следуйте, вот, свою, ну, как бы, жизнь, себя, вот, свои, свои чувства, которые у вас есть, вот, и обязательно это, вот, к чему-нибудь придет, вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен, за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать, работу над собой, вот, я вам, я вам желаю всего самого доброго, удачи, вот, я не буду говорить, вот, как бы, как бы, красивых услуг, да, относительно того, чтобы, что там, не живите в, ну, не живите в ненависти, там, ну, и так далее, да, как бы, вот, я не буду говорить, потому что, ну, мне кажется, это, не совсем хорошая история, вот, не совсем это, что, может, как-то помочь вам, вот, я просто хочу, чтобы вы сделали выбор, что, ну, чтобы вы, вот, решили, как, как вы вообще хотите жить-то, вот, и чтобы вы увидели, что за это отвечает, отвечает только вы, с этим, да, что, ну, что, кроме вас, больше никого нет, вот, что мама, она, ну, как бы, она, она любит вас, мамы-то, вот, я уверен, она вас любит, но, извините, у нее, как бы, свои проблемы. У неё свои проблемы. Ладно, нужно решать свои проблемы, свои трудности. Понимаете, какая штука. Поэтому, я думаю, такой может быть ответ на ваш вопрос. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.